Школа Аула Ирсакон преобразилась во время летних каникул. Помимо свежего ремонта в кабинетах, благоустроили двор школы и построили современную спортивную площадку. Насколько были необходимы эти изменения в учебном заведении и кто помог улучшить условия пребывания детей в школе, узнавала Альбина Ламкова. В каникулу школе Аула Ирсакон произошли заметные изменения. Ее территория радует глаз. Здесь стало красиво и уютно. Но так было не всегда. Только в этом году смогли воплотить давнюю мечту школьного коллектива. Если так вот говорить, конечно же, давно требовалось таких вот вложений. Почему? Потому что вы знаете, что 76-й по сегодняшний день износ амортизации всех, допустим, и отоплений, и коммуникаций, и так далее, и так далее, оно требовало давно вот такого вот вложения. Капитальный ремонт во дворе школ никогда не проводился. Был только текущий. Сейчас же территорию около полутора тысяч квадратов благоустроили. Закупили скамейки и фонари. Территорию выложили брусчаткой. До этого она была покрыта асфальтом, который стелили еще в далекие 70-е. Для девчонок и мальчишек создали комфортные условия и для занятия спортом. Новая беговая дорожка и современная спортивная площадка. В ней есть необходимый инвентарь и освещение, которое позволит проводить занятия в темное время суток. А внутри здания сделали косметический ремонт кабинетов. Коллектив во главе с руководителем школы, с Милослан-Геревной, внутри здания всеми своими силами провели, как говорится, косметический ремонт. Включили в программу «Точка роста», завезли оборудование. В общем, все делается для того, чтобы детям было комфортно находиться в школе и создаются все условия для того, чтобы дети учились. Ремонт и благоустройство территории в школе был сделан на средства неравнодушных людей. Также благодаря спонсорской помощи в прошлые годы отремонтировали школьную столовую, а для нулевого класса закупили мебель. На сегодняшний день сюда вложено уже силами спонсоров около 10 миллионов, не меньше. Поэтому особая благодарность нашим выпускникам Ионов Марак. Вот это сейчас даже работает, это все его люди, его техника. Огромное отдельное ему спасибо. А так, посмотрите, получился стадион «Красавец». Жителям очень приятно. На данный момент в образовательном учреждении 11 классов. Обучение ведется в первую смену, а общее количество школьников – 170 человек.